Московский купитель Коллекционер Павел Третьяков знакомится в 1869 году с Крамским, известным в ту пору художником, и просит его исполнить живописный портрет писателя Ивана Гончарова. В это время Третьяков задумал портретную галерею знаменитых людей России, и он обращается ко многим художникам с заказами. Третьяков О теплом общении вспоминает жена коллекционера Вера Николаевна. Пребывание Крамского очень оживило нашу обыденную жизнь. Папа, так Вера Николаевна называла своего супруга, любя его и доверяя ему, много-много разговаривал с ним. И мне было очень интересно присутствовать тут. Третьяков Их письма проникнуты доверием, симпатией, подчас даже весьма откровенны. Они любили русскую литературу, с почтением относились к Тургеневу, преклонялись перед гением Льва Толстого, зачитывались Салтыковым-Щедриным, болезненно переживали смерть Достоевского. Но более всего они любили русское искусство. Крамской был одно время весьма влиятельным и даже первым советчиком Третьякова в деле формирования картины галереи. При его участии в галерею вошли пейзажи Васильева, туркестанская серия Верещагина и многие другие работы. Их отношения не были равными на протяжении всей жизни. Ближе к середине 1880-х годов они осложнились взаимным непониманием, стали напряженными. Многие художники хотели исполнить портрет Собирателя и его жены. Выбор Третьякова постановился именно на Крамском. В этом не было ничего случайного, как считала дочь Собирателя. В 1876 году, когда художник приехал в Москву для исполнения портрета Веры Николаевны Третьяковой, Павел Михайлович заболел. Подадра приковала его к постели. Именно тогда и был написан небольшой камерный портрет, который стал свидетельством близких отношений художника и коллекционера. Живописный портрет исполнен в теплой коричневой гамме. Он оставляет впечатление сдержанности, подвижнической строгости и внутреннего благородства Собирателя. В мягкой задумчивости его спокойного, уверенного взгляда открывается серьезность и целостность человека, напоминавшего византийского отшельника, о чем вспоминали дочери Третьякова. В то же время его густые брови, карие глаза, русая борода, таят легкую улыбку и даже некоторое лукавство, которое было ему существенно, что придавало неоднозначность его образу и было запечатлено художником. Субтитры создавал DimaTorzok